Худжанда Археологический отряд состоит из историков, археологов, этнографов Худжанского государственного университета имени Бабаджана Гафурова. На протяжении трёх месяцев учёные трудятся на шести гектарах земли. Археологи в ходе работы обнаружили керамические глиняные изделия шестого века до нашей эры, греческие кубки греко-бактрийского времени. В глубине шести метров в ходе раскопок был найден родник, которому вели ступеньки, выложенные из камней. Огромные хумы с костями планируются отправить на исследование в немецкую лабораторию. Вопрос о том, где находилась Александрия Эсхата, в научном мире очень долго дискутировался. И до сих пор есть люди, учёные, которые считают, что Александрия Эсхата была в другом месте. Но наши раскопки показали, ещё раз показали, что здесь есть слои греко-бактрийского периода, периода эллинизма, который доказывает, что в это время, в III-II веке до нашей эры, здесь был город. В Худжанскую крепость учёный Файзулоев вернулся спустя почти полвека. В двух частях города его силами были обнаружены остатки Худжанской цитадели, Бекского царства. На верхней части исторического памятника долго в руинах лежали остатки его дворца. Были открыты дворцовые комнаты. Несмотря на то, что город был захвачен Российской империей, дворец Бека был сохранён. Были найдены части от штукатуренных стен, украшенные резьбой деревянные изделия. Учёные полагают, что под дворцом хранятся ранние слои жизнедеятельности человека. Вот эта часть, в которой мы стоим, это как раз на южной части этой цитадели, в центральной части цитадели. И свидетельство о том, что это был видимо, видимо, что мы предстоит с архитекторами изучать, большой зал. Я почему говорю видимо и почему допускаю, что большой зал. Обратите внимание, вот сзади нас кирпичные кладки, которые не характерны для народов архитектуры Средней Азии. Из республик Средней Азии Таджикистан представил меньше памятников, которые получили своё место в списке наследия ЮНЕСКО. К примеру, в Кыргызстане включены 6 памятников, в Узбекистане 30 несены в список наследия. С 2018 года началась работа по включению в список великого наследия ЮНЕСКО Худжанской крепости.